В Шумилинском районе на окраине деревни Лесковичи, на берегу живописного озера, сохранились руины замка Хлюдинских. Он был построен по проекту известного английского архитектора Бейли Скотта. Жена Хлюдинского была англичанкой. Это и определило выбор архитектора. Замок строился в начале прошлого века и обещал быть грандиозным. Первоначальный проект архитектора – белоснежные виллы в стиле модерн с крытым двором под круглым куполом – не устроил заказчика. Второй же проект был создан в стиле каменных шотландских замков с высокими крышами и квадратным двором. Замок представлял собой четыре башни, которые были соединены между собой четырьмя одноэтажными корпусами. К сожалению, до нас дошли лишь три хорошо разрушенные башни. Замок не был достроен до конца, помешала Октябрьская эволюция, но даже развалины, которые сохранились до наших дней, говорят о масштабной задумке архитектора. Замок возведен на высоком берегу Лесковического озера. Его окружали террасы, которые ступеньками спускались к озеру. Здание было построено из кирпича и отделано камнями. На проекте архитектора видны ромбовидные узоры. Внутри замка видны остатки печей и декоративные элементы отделки. Могу представить себя Эммы Хридинской, которая после утреннего кофе наблюдает, любуется природой из окна. Сохранились и несколько ступеней лестницы, ведущей в подвал. Вокруг замка Хридинский посадил уникальный парк, деревья и кустарники, для которого он заказывал со всех уголков Европы. Они поистине уникальны, и некоторые из них сохранились до нашего времени. От домика-привратника, который сохранился у дороги, к замку вела липовая аллея. Некоторые из вековых хрид сохранились и радуют нас по сей день. Даже то немногое, что сегодня сохранилось от памятника архитектуры, впечатляет. Этот памятник не включен ни в какие туристические маршруты. Его сегодня пока никто не собирается восстанавливать или реставрировать. И лишь такие любознательные туристы, как мы, можем увидеть и полюбоваться поистине уникальным памятником архитектуры. Не ленитесь, вставайте с диванов и ейте в Шумилинский район, в деревню Лесприч. Это всего лишь километров 40 от Витебска.